Ну а пока Одесса утопает в ливнях, чиновники топят надежды горожан на скорый ремонт Хаджибейской дамбы. Насколько миллионов гривен своя рубашка ближе к телу нашим управленцам, выяснял мой коллега Игорь Хмурый. Многострадальная дамба Хаджибейского лимана. Сколько говорилось о том, что ее необходимо реконструировать как можно быстрее. Но вот, когда на рынке появляется компания, готовая за минимальную сумму сделать новую бельгийскую технологию, тендерная комиссия начинает выбрасывать все новые и новые фокусы. Наша компания предлагает следующий порядок действий. Для начала мы разбиваем, вывозим частично, вот как видите, эти фундаментные блоки. То есть разбиваем, планируем их бульдозером. Частично они уйдут под воду, частично останутся здесь. Завозим песок, песком засыпаем как в воде, так и здесь. И потом пойдет два слоя геотекстиля у нас и пойдут специальные надувные матрасы, так называемые. Они пустотелые внутри, которые потом будут задуваться цементом. Когда цемент застынет, то есть это получится единое такое сооружение, то есть, так сказать, пласт. Всего власти хотят отремонтировать 900 метров дамбы. По условиям конкурсных торгов подрядчик должен использовать специальную технологию. У нас есть непосредственные договоренности с фирмой, которая является эксклюзивным сотрудником с бельгийским концерном Бонар. Они поставляют, имеют возможность поставить нам вот эти матрасы, которые будут укладываться, которые будут укреплять непосредственно дно дамбы. Они, получается, сделаны из уникального материала. Они не будут вступать с внешней средой ни в какие контакты. Таким образом, не будут никак загрязнять. За объект борются еще две компании. Предварительный бюджет – 40 миллионов казенных гривен. При этом предложение Укрспецтехники намного дешевле, чем у конкурентов. Но тендерная комиссия тянет с ответом и ищет поводы для отказа. Наша компания предложила на 6 миллионов меньше, чем предшественники. Поэтому, я считаю, было бы логично все-таки выбрать нас. И хотелось бы подчеркнуть, что в законе про государственные закупления так и написано, что основная составляющая – это экономическая. То есть наше предложение, я считаю, экономически выгодно. И 6 миллионов для города – это очень большая сумма, которую можно внести на развитие его. Сперва комиссия пыталась отбраковать компанию из-за бумажки, которой даже не было в условиях заказчика, но не вышло. Затем чиновники взяли длительную паузу, хотя время и дожди играют против дамбы. И вот новая отписка. У компании требуют подробный отчет о проведенных ранее работах. Причем сдать его надо в течение пары дней. Юрист Филипп Минаев возмущен, но обещает – с бумагами проблем не будет. Однако подобную предвзятость он считает лоббированием интересов конкурентов. Я считаю, что здесь не исключен коррупционный какой-то, коррупционная подоплека. Потому что так яро отстаивая чьи-то интересы, ну это уже явно как-то подозрительно звучит. Следующий этап борьбы за дамбу начнется через несколько дней. Тогда мы и узнаем, что нового придумают в Горсовете, чтобы потратить на 6 миллионов больше наших с вами гривен. Игорь Хмурый, Алексей Пережилин, 7 канал.